МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В квартире на втором этаже произошел хлопок газа без последующего возгорания. На место вызвали спасателей. Скорую бойцы ГСЧС установили, что виной всему стал алкоголь, который употребила хозяйка. Затем заснула, не закрыв комфорку. Медики увезли пострадавшую в больницу. Женщина находится в реанимации. По факту происшествия ведется следствие. В квартире проживала 37-летняя женщина. За словами сусидей, в ней в квартире была вечерка. Естественно, после того, как в гости пошли, женщина лягла отдыхать. А когда слышала запах газа, встала и вверхнула светло в комнате. Это и привело к вынуждению хлопка. На месте подъя работала одна одинница техники и пять человек особенного склада. Радостные и приветливые. Они получают образование и живут полноценной жизнью. Речь идет о солнечных детях. Во Всемирный день людей с синдромом Дауна наши журналисты узнавали, какие программы разработаны в Украине для особенных детей и познакомились с солнечным ребенком. Рождение Лизы родители ждали с нетерпением. Специальное обследование, которое неоднократно проводят будущим мамам, показало, что ребенок родится необычным. Вместо двух у девочки три двадцать первых хромосомы, что характерно для людей с синдромом Дауна. Но родные не испугались диагноза. Сейчас Лизе уже два года. Она замечательная. Это самый лучший ребенок в мире. Самый отзывчивый, самый добрый ребенок в мире. Да, она немножко отстает. Но она такая трудяга, что здоровые дети позавидуют, да? Она стесняется. Улыбака. На учете генетиков Запорожского областного медицинского центра репродукции человека находятся 124 ребенка до 18 лет с синдромом Дауна. В этом году с таким диагнозом родились 19 малышей. Предугадать хромосомный сбой у будущего ребенка практически невозможно. Те процессы, которые происходят в клетке, мы не можем предугадать. Это называется таинство. Но, как говорится, риск есть у всех. Но есть повышенная группа риска, а есть общая группа риска. Повышенная группа риска – это женщины, ну, как мы говорим, женщины, входящие в группу генетического риска. Это возрастные пары, да? Это женщины, у которых в анамнезе уже были какие-то ситуации с беременностью, да? Рождение больного ребеночка, там, да, с каким-нибудь заболеванием. Это эндокринопатия. Это возраст супруга и его заболевания. При вероятности рождения ребенка с синдромом Дауна медики анализируют состояние здоровья всех близких и дальних родственников, проводят исследования и скрининг-тесты. Но решения принимают родители. Конечно, вырастить ребенка с синдромом Дауна непросто. Они очень любят маму, они очень любят папу. Вот не зря говорят дети солнца, они светлые, они такие вот радостные, да? Вот они приветливые, а у них нет практически агрессии. Есть специальные программы по реабилитации таких детей, которые предусматривают работу с логопедами, психологами и другими специалистами. Многие дети получают образование и живут полноценной жизнью. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Ради светлого будущего. Взаимодействие всех служб, которые занимаются проблемами детей, лишенных родительской опеки, обсуждали сегодня в Запорожском гуросполкоме. По данным службы, на учете состоит почти полторы тысячи детей. Детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, где родители не выполняют свои родительские обязанности, либо уклоняются, то с 231 цифра увеличилась на 406. В прошлом году было 34 ребенка усыновлено. Превалирует все-таки наше государство национальное усыновление, что очень радует. Ну и в конечном итоге мы уменьшили количество детей в интернатах. С цифрой 135, она осталась на конец 2016 года, 128 детей. По словам заместителя городского головы Анатолия Пустоварова, главное предупредить ситуации, когда ребенок может лишиться родительской опеки. При этом работа социальных служб направлена и на то, чтобы большее количество детей-сирот воспитывалось не в интернатах, а именно в детдомах семейного типа. Наша задача, это, конечно же, создавать все равно семейные формы воспитания для этих детей, для детей-сирот и лишенных опеки. И поэтому в этом году принята очень такая серьезная программа. Сейчас уже и на Тепличном заканчивается создание детского дома семейного типа. И в Хартицком районе на улице Преображенского уже заключен договор, и проводится ремонт для двух действующих детских домов семейного типа, а также создать условия для счета двух детских домов семейного типа, где до десяти детей могут в семейной форме получать семейное воспитание. Только от украинских дизайнеров. В выходные состоялся первый в Запорожье дизайн-маркет. Наш город стал пятым в Украине, где проводится подобное мероприятие. На шопинг-фестивале одежда, обувь и аксессуары для всей семьи. Оценили ассортимент и наши журналисты. Румба-бар – площадка для молодых украинских дизайн-стартаперов. По словам организаторов, за последнее время в Украине появилось множество брендов, которые производят качественную отечественную продукцию. Поэтому решили объединить желающих стартаперов на шопинг-фестивале. Мы хотели, чтобы в Запорожье шопилось у украинских дизайнеров. Потому что сейчас их можно только посмотреть в сети, их нельзя потрогать. А вот сейчас, да, вот можно. Это красивый базар. Это не просто ярмарка, да, это концептуальная ярмарка. Каждая локация красивая, украшена, украшен зал. 27 украинских дизайнеров представили около сотни брендов. Запорожцы выбирали обувь, одежду, аксессуары, а также натуральную косметику. Свой товар разместили и запорожцы. Активно пытаюсь участвовать в запорожских выставках. Вдохновляет, конечно, счастливые глаза обладательницы, когда клиенты приходят еще и еще, повторно заказывают. Дизайн-маркет – мероприятие для всей семьи. Пока женщины выбирали и рассматривали товар, их мужья могли отдохнуть, перекусить и послушать музыку. На мероприятия проводили розыгрыша дизайнеров и партнеров. Были и выступления вокалистов. Каждая вещь представлена в ограниченном количестве. Каждый дизайнер – это какая-то интересная история успеха, какой-то маленький стартап. Каждая вещь, купленная у такого стартапа, это как бы вклад в украинское что-то, в свое. А если это украинское еще и модное, красивое, ну почему нет? Спектакли, мастер-классы, а также аниматоры и другие развлечения – все это организовано для малышей. Пока родители делали покупки, с их детьми занимались профессионалы. А настоящим подарком стал самый известный персонаж телеканала ТВ-5 – Домовуша. Мастер-классы проводят лучшие педагоги и организаторы, которые являются и художниками. Мы вчера была кляксотерапия, рисовали трубочками. Сегодня у нас будет эколепка, мы будем делать настоящий торт. Но, правда, его есть нельзя будет, потому что он будет из искусственного материала. Евгений Алис, Станислав Печурин, Андрей Снесаренко, ТВ-5. «Пески. Рыцари неба». Документальный фильм под таким названием презентовали в кинотеатре имени Довженко. Картина является логическим продолжением фильма «Иловайск. Рыцари неба». В новой киноработе рассказывают о героях, которые погибли в самой горячей точке фронта. На премьере побывала и наша съемочная группа. «Пески» – самая горячая точка фронта, где обстреливали украинские силы с 2014 года. Именно тут героически обороняли подступы к Донецку бойцы первого добровольческого подразделения, бывшего батальона, а ныне полка Днепр-1. Люди, чьи имена останутся в истории страны. «Рыцарят страны не политики, не генералы, а вот такие простые хлопцы, которые вчера работали ковальями, вчителями, занимались обычные посады, и некоторые вообще не держали никогда в руках оружие. Но когда такое случилось в стране, когда пришла вот такая беда, они без ваганий все покинули и пошли захищать свою батьковщину». 15 историй о героях нашего времени, более 100 интервью с их родными и друзьями. Съемки документального фильма продолжались 9 месяцев. Самым сложным, как признается режиссер Екатерина Стрельченко, было сдерживать свои эмоции. «Ты просто хворила после этих интервью, не хотелось с кем общаться, ну, тяжело было, тяжело, но хотелось очень их поддерживать. Не просто взять интервью, повернуться и пойти домой, а как-то найти слова поддержки для этих родин». Кто-то потерял лучшего друга, кто-то сына, отца или мужа. Перед камерой, как на исповеди, люди делятся своими переживаниями о самой большой утрате в жизни. «Он сказал ей, чекай, я поеду, я там подликну. Ну, звичайно, что я буду говорить? Я просила, Тори, может, не поедешь, я говорю, разумеешь? Что мы будем с тобой делать? Я говорю, ты более дурак, я говорю, в любые моменты тебя не могу. У меня все будет добре, не переживай. И что-то было так, что он такой сильный, что с ним ничего не станет». Эти разговоры длились ни часа, ни два. Неудивительно, что в итоге хронометраж фильма составил более двух часов. По словам создателей картины, такая продолжительность – не форма для кинофестивалей. И вряд ли фильм выйдет на телеэкраны. Но, несмотря на все это, зрителю нужно рассказывать о героях современной Украины. «Новый фильм «Реквием» уже презентовали в восьми городах Украины. Авторы надеются показать его иностранному зрителю. Мария Маркельян, Константин Грушко, ТВ5. Экскурсия по родному городу. Самую длинную улицу Нью-Йорка называют Бродвей. В Запорожье в свое время такое название имело часть нынешнего проспекта Соборного. По нему прогуливались теляги, которые посещали различные заведения. Окунуться в атмосферу яркой эпохи можно и сейчас. Экскурсию по запорожскому Бродвею посетила Юлия Пасько. У памятника Николая Рыбникову, актеру, сыгравшему в знаменитом фильме «Весна на Заречной улице», собираются люди. Сегодня их ждет прогулка по запорожскому Бродвею. Многие на подобной экскурсии не впервые. Из немногих светлых моментов в жизни города Запорожья, я могу даже сказать немножко пафосно, Роман нас учит Родину любить, потому что в его устах Запорожье такой интересный город оказывается. Я столько много узнаю. Данная прогулка будет премьерной из цикла экскурсий под названием «Любимый город». По данному маршруту гуляли до этого всего лишь один раз, на Всемирный день экскурсовода. Это была такая вечерняя прогулка. Ну и я скажу, что тогда было очень много людей, около 50, наверное, если не больше людей. Экскурсионный маршрут небольшой, около полутора километра. Раньше во многих городах был свой Бродвей. В Запорожье такую улицу называли сокращенно Брод или Стометровка. Бродвеем называли участок от пересечения проспекта Соборного и проспекта Металлургов до площади Запорожской. Экскурсия предусматривает около пяти остановок. Роман Акбаш рассказывает об известных личностях и архитектурных сооружениях. Охватывает целые эпохи. Мы поговорим о бывшем гастрономе Когана, поговорим о таких магазинах, в свое время известных, как «Главвино» или «Главтабак». Остановимся, конечно, у концертного зала «Глинки», вот о памятнике «Глинки» поговорим. Поговорим о знаменитом нашем Леониде Ивановиче Работинском, который с любовью своей жизни встретил именно в концертном зале «Глинка». По словам экскурсовода, в заведениях, которые находились на Запорожском Бродвее, у горожан вырабатывались свои привычки, приметы и традиции. Магазин с не менее примечательным названием «Главвино». И если там они вспоминают роспись стен, то здесь они вспоминают первым делом, что вино там наливали из таких краников в виде львиных голов. Завершилась экскурсия на площади Запорожской и в музее оружия. Подобные прогулки можно посетить каждые выходные. Юлия Пасько, Иван Демяненко, ТВ5 Простую провинциалку Наташу в столицу привела мечтам. Сможет ли она, несмотря ни на что, добиться своей цели, узнаете в сериале «Поцелуй» сразу после выпуска новостей на телеканале ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. А мы с вами увидимся уже в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok